Субтитры сделал DimaTorzok Знаете, друзья, вот купить мустанг на 500 тысяч рублей, это просто как игра в рулетку. Это было просто безумное приключение, невероятно насыщенное в разных городах России. Мы познакомились с огромным количеством людей. И вроде, хоть и негативы было просто дохерищем, мы все-таки настроились на какую-то позитивную волну. Несмотря на то, что мы нашли только три колеса в предыдущем выпуске в контейнере, который купили за 25 тысяч рублей, мы нашли четвертое. Нашли в Москве и собирали за ними. Ладно, погнали за колесом, давайте. Хомяк, прыгай. Хомяк, ты совсем безумно упустишься. Ребят, спасибо всем вам, кто писал какие-то комментарии, пожелания относительно этой машины. Мы реально все прочитали, что-то для себя подметили. Действительно, мы все это воплотим в этой прекрасной машине. В первую очередь в мустанге я хотел поменять вот эту надпись old school, как бы новая эпоха мустанга. Вот я не знаю, ребят, напишите в комментариях, убирайте или нет. Просто, когда мы приехали в Сургут, она мне капец как не нравилась. Но потом уже как-то к ней привык, и она реально выделяет эту машину. Подъезжаем мы к этому гаражному кооперативу, и я вот чувствую, что вот... Пахнет жопой. Ну как? Как я по-другому опишу? Вот нам сюда. Ой, как здорово! Какой счастливый номер, ребят. Посмотрите на это. Вот нам туда. Серьезно? Я не знаю. Надо ему набрать. Просто ты заезжаешь в какие-то гаражи. Блин, там все что угодно могло произойти. Блин, мудак что, еркать? Здесь вам без лоска и шика сразу в табло. Для них, короче, наверх надо. Так. Нам будет Триворотины, 34-й, 5-й этаж, 4-й заезжаешь. Окей, хорошо. Куда ехать, спроси на мой взгляд. Чувак, я просто это, я с Криптонита, слушай, поэтому я бы прекрасно его понял. Я нифига не буду. Триворотины, я правильно? Триворотины. Тебе в 4-й. Ребята, нас тут не сожрут вообще. Туда? Там кто-то стоит. Возьмешь кинем? Ох. Ах. Ох, пацаны, блядь. Тот еще гопни, конечно. Блядь, давайте, без этой ахинеи, я не люблю ебанечку посетить. Что-то он прячет, что ли? Что он, как бы, что-то не может показать? Блядь, давайте по-хорошему просто договоримся, или, блядь, я ориентируюсь его без колес, или, блядь, заканчиваем. Ну, и все, блядь, пара вообще как просто крюсовка. Ну, блядь, знаешь, давайте на хазу приду, буду снимать, так себе, за чего у тебя как там, где-то глушеки валяются, твои там носки разбросаны. Да, давай, ну что еще, блядь, пока ты. Так, 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 давайте, давай. Я, честно говоря, думал, что мы сейчас будем махаться, когда он на хомяка пошел, типа, э, выключи камеру, там все дела. Окей, сказал выключить, мы выключим. Но зачем на оператора идти? Давайте, мы не будем, хомяка, подожди. Да, ну, давайте спокойненько, вы там, для камеры спрячете, мы продолжим с собой диалог. Извините. Все, четыре колеса у нас в кармане, мы все такие на позитиве. Сочный, мощный. И, в принципе, в любом случае на порядок дешевле получилось. Я за него пятнаху отдал, и за контейнером получается 25, да? Пятнадцать, и сколько? Пятнадцать, и двадцать пять. А, ну все, нормально. У меня, кстати, образование бухгалтерское. Ебать, блядь! Ребят, ну, перед продолжением я хочу рассказать вам одну историю. Дело в том, что Гриша с самого детства хотел стать автомехаником, автогонщиком, как и его отец. Он копался в машинах, ездил на гонки, но потом, наверное, под влиянием общественного мнения он решил заняться экономикой. И, честно говоря, он не нашел себя в этой сфере. Что сейчас? У него есть мустанг, у него есть жигуль, он варится во всей этой каше, и он действительно безумно счастлив. Какой вывод надо сделать? Делайте выбор самостоятельно. Выбирайте те профессии, которые будут популярны в будущем. Это интернет-маркетинг, программирование, веб-дизайн и так далее. Весь июнь в онлайн-университете Skillbox пройдет масштабный летний онлайн-марафон по всем этим направлениям. Вы проведете 4 недели с профессионалами своего дела. И самое главное, самое главное, все это абсолютно бесплатно. Ребят, регистрируйтесь по ссылке в описании и делайте выбор самостоятельно. Skillbox. Ребят, с мустангом все тяжело и все постоянно как-то долго. У нас уже колеса лежат и в принципе можно уже взять и все сделать сейчас. Поэтому мы берем мустанг, берем Диму, едем в одну мастерскую, которую я уже давным-давно заприметил. Погнали! Мастерская, в которую мы поедем, ребят, это Илл Скилл. Я думаю, те, кто живут в Москве, они их знают. Как по мне, это просто топовые ребята в этом рынке. Не знаю, для меня это как West Coast Custom, только в России. Ехали мы, конечно, на позитивчике. Я даже снимал голубя, как он летает. Голубь, я-то! Гриша говорит, снимай мустанг. Пипец, вы просто смотрите. Мустанг опять в полюшке стоит. Бля, чувак! Я поворачиваюсь и понимаю, что у него разбитое стекло. Разбитое лобовое стекло. Я отчетливо помню эту несправедливость, эту боль и абсолютное непонимание человека, который способен сделать такое. Ну, этого никто не ожидал. Человек, это пуляемо. Да на самом деле, даже сказать нечего. Это просто... Просто больно и неприятно. Человек, я не знаю, как я ему это скажу. Когда мне Гриша набрал, я ему даже не поверил. Потому что у нас слишком все хорошо складывалось. Нам просто надо было автомобиль доставить в сервис. Короче, тебе разбили лобовое стекло на мустанге. Чего, блядь? Я его буквально несколько часов назад поставил во дворе. Во дворе дома, в котором я живу. Какие проблемы? Ну, вы скажите, когда... Блядь, вы с утра приходите, подходите к своей машине и видите вот это, блядь. За что? Ну, просто за что? Пиздец. Блядь, пожалуйста. Блядь, я так надеюсь, что это они пошутили. Я не знаю, как это описать. Просто ваш любимый автомобиль ушат. Если вот кто-то из подписчиков, кто нас сейчас смотрит, это хоть раз испытывал, прекрасно поймёт. Ту невероятную обиду, блядь, ну, она просто разрывала. Ебать, блядь! Да, блядь, идите нахуй, блядь! Блядь, сука, блядь! Вот это хуйня они сделали. Какая-то мразь идёт, у неё чешутся руки, он думает, что он, блядь, король всего и имеет право брать и поганить чужую тачку. Блядь, может кто-нибудь видел, блядь, выпиши. Блядь, там люди говорят, какие-то сейчас выезжают. А? Крайки. А, вы не видели? Сейчас, что-то посудили. Не слышали? Не слышали? Где-то час назад эти славки были, сигнализация какая-то орала. И всё. Час назад? Час-полтора, да. Блядь, ну вот, блядь, вот люди-скоты, конечно, блядь. Просто ёбаные скоты, блядь. Я за последнее время просто охереваю от этого, что мы привезли мустанг на видфест для подписчиков. И нам его искорябали в говно просто. Гвоздями, ключами, написали номер на капоте. Как это называется? Это тупо свинство. Потом мы приезжаем к какой-то бодлоте, которая нам продаёт диски. А потом буквально в тот же сука день мне разбивают лобовое. Такой же скот, который вот делал всё остальное. Вот как это? Как это возможно? Вот если ты мразь блядь это смотришь сейчас? Кто это сделала? Не знаю, сука, я вот либо тебя найду, блядь, а как его найдут? Ни камер ни хера нет. Просто вот блядь, ты тупая гнида. Вот что я хочу тебе сказать. Просто гнильё ебаная. И так, блядь, с этой машиной до хуища проблем было. Просто до хера. И ещё вот это, блядь, просто во дворе. окей, это не сделанный мустанг, в него вложено всего лишь там 500 плюс всё остальное там 700, 800 тысяч. А если сделать его, если полностью протюнинговать, проапгрейдить, и ты вкладываешь в эту машину до хренища бабла и просто какой-то тупой дебил приходит и делает с твоей машиной всё, что угодно. Это абсолютная беспомощность. День говно был. Опять ты видишь мустанг, в который раз уже не помню, шестой, как его грузит на эвакуатор, увозит куда-то. Деживит, да? Как только у нас съёмка мустанга, так только он сразу на эвакуацию. Сколько он уже ездил на этих эвакуаторах. С чем приеду? Чё сам? Ну, саму нужно? Правильно. Сейчас Санюк взял скилл обрадоваться. Мужики стоят, смотрят. Вот добоёб думают. Как так расхерачил. Все главные стоят, смотрят. реально такие. О, бедолага, приехал. Красивое место. Вот я, сука, надеюсь, что именно здесь всё сделают там. кто в теме, кто в теме, те поймут, что ребята из эвелскил это серьёзные чуваки для серьёзной тачки. Надо написать трек про мустанг от ремонта до ремонта. Обидно, что ребята из автосервиса нас ждали днём, чтобы всё красиво подснять. Мы приехали под вечер, когда уже темнело. Саша, который в один хозяин автосервис, конечно, вот он невероятно красавчик. Добре, я вообще спешил. Мы услышали. Здравствуй. В общем, какие-то... Походу, вы оленя встретили, да? Просто мразой. Кто-нибудь на него жёсток делает. У нас троутку на позитивную волну, что всё, всё, вы ошибись, мы сделаем. А колёса, которые неебенно красивые, это это? Пойдём, пойдём. Я понял. Оно в цвет, да? В цвет тачки? В цвет тачки, ты цвет его кофту. Да. Так чисто, если делать, допустим, тюнинг машины, вот всё, по красоте, а они же подойдут? Ну, я бы сказал, что нет. Если мы всё-таки стремимся делать такой интересный проект, то явно не эти диски. Но потом он опять всё разрушил. Есть диск курильщика, есть нормальный диск, который идеально подойдёт, в принципе, на твой автомобиль. Смотри по шильнее, понимаешь, что это на Жигули, а это на всё-таки мусорбанках. Это на Жигули. Я прошёл. Дим, Дим, Дима, Дима, Дима. Да, в принципе, окей. Давайте купим ещё больше дисков. Теперь у нас будет 4 комплекта. Если мы хотим сделать серьёзный автомобиль, какой-то шоу-сопер, который будет всё-таки диктовать условия на дорогу, то это должен быть красивый автомобиль на широких американских дисках. Пускай раз дизайном. Это не я. До этого, знаете, я подавал ещё какие-то признаки жизни, а он взял ножом так, типа, всё. Сдохни. Ты смотрел в искусках там? Нет. Ты мне даёшь крючки, а через год я делаю так, за сисечку тебя, я говорю, мы тебя прокачали, чувак, вот тебе мониторы в оптике. Нормальный вариант. Колонки музыкальные в диске, ну и продолжаем. Ну и миксер в выхлопе. Да, 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 миксер в любом случае будет выхлопен. В выхлопе это стопудово. Ну всё, господа, я рад с вами познакомиться, через год встретимся, до встречи. А, ребят, следующая серия через год. Следующая серия через год и месяц на монтаж. Удачи, ребят. Всё, давай, до встречи, пока. Очень много сил потрачено. Очень много эмоций пережито. Но самое главное то, что есть что-то вспомнить. Это бесценный опыт. Это это то, за что не стыдно. Это то, что мы будем вспоминать. Это то, что реально круто. получилось. Тут всё стало реально. И блин, реально спасибо. Я безумно горд за то, что мы сделали. За то, что мы вот этому мустангу за 500 тысяч рублей из далёкого сургута всё-таки в конечном итоге подарим новую жизнь. он всё равно классный. У него большое будущее. Большое и красивое будущее. Это конец. Это конец, после которого будет очень крутое продажа. Но всё это был убийцей. Чуток позже. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ